доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити уважаемые видео слушатели моего канала и вчера буквально мною было записано видео посвященное очень нехорошим и странным ситуациям возникающих в нашей реальности нашей медицине российской видео под названием тварь и сегодня чтобы закончить с этим крайне неприятным для меня вопросом я расскажу вам четыре анекдота в продолжении предыдущего видео значит расскажу именно о том что у нас еще бывает какие ситуации случаются я уверен что таких ситуаций не десятки не сотни их тысячи по всей нашей необъятной родине россии именно в области медицины и так давайте начнем значит первый анекдот анекдот заключается в том что у моего приятеля знакомого хорошего отец значительно более возрастной человек перенес инсульт значит был стационирован в больницу ему оказана была какая-то первая помощь что-то ему там поставили несколько капельниц значит ты буквально сейчас долго не держат в отделении там буквально 8 9 10 дней и стараются выписывать час врачи получают доход деньги зато не за койко дни сколько человек пролежал там до больница а именно за скорость оказания услуг вылечили то есть им нужен поток конвейер быстро 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 вылечили дальше следующего вылечили дальше следующего то есть сейчас долго больницах не держит лечитесь сами ну и при выписке соответственно как это положено дают выписной эпикриз назначили отцу на моего приятеля какие-то лекарственные средства а самое главное при выписке это реальная история реальная ситуация при выписке значит врач ему сказал следующее это цитата значит сидите не двигайтесь не ходите никуда сидите у себя дома принимайте лекарства и у него было они они менее левой части тела руки ноги и ему сказал врач сидите и смотрите на свою руку и качайте и качайте свою руку смотрите и качайте ее вот такое вот у нас лечение сидеть и качать руку не разрабатывать даже он был сказан цитата он был в шоке от этого сидите смотреть на эту руку и качать ее вот такой это анекдот первый очередная мразь тварь как угодно это все можно назвать врач таким образом оказывает медицинскую помощь рекомендую качать пациенту свою онемевшую левую руку первый анекдот второй анекдот врач невролог тоже невролог и соответственно у человека был рак он сейчас еще слава богу живой у человека значит и ему соответственно сообщили о том что значит ну понятное дело что это постоянное какое-то лечение да то есть оказывание лучевая терапия химиотерапия кроме того в плане психотерапии врач невролог онколог онколог прошу прощения не невролог онколог врач онколог порекомендовал ему значит купить постер плакат такой бумажный повесить его на дверь на входную выходную дверь и постоянно значит на этот плакат сидеть и смотреть а на постере должно быть нарисовано чтобы вы думали солнышко таким образом человеку рекомендовано в качестве лечения некое психотерапевтическое средство постер с изображением восходящего солнца второй анекдот третий анекдот значит заключается в следующем значит у меня есть коллега на работе женщина и у нее тоже мама тяжело заболела и она пенсионерка мама у нее она там получает какую-то пенсию небольшую и соответственно пошла к врачу в очередной раз и врач назначил есть ей таблетки значит а врач сейчас скажу кто же это тоже был то не помню по ее рассказу ну неважно в общем выписал и назначил таблетки лекарства стоимостью 4600 рублей при том что пенсию не составляет какая-то минимальная там пенсия у него мамы порядка 13 14 тысяч 13 чем-то округлим большую сторону пускай будет 14 и выписали лекарственное средство 4 600 стоимостью то есть курс ну и буквально она заняла денег у своей же дочери выкупила эти лекарства с трудом с большим то есть не во всех аптеках они еще были эти лекарства на их выкупил в конечном итоге и начала пить через какое-то время проходит там буквально несколько недель она идет вновь терапевту по моему это был терапевт значит попадает другому врачу этой же специальности пускай это тоже будет терапевт это совершенно неважно в этом рассказе в этом анекдоте и соответственно второй врач терапевт с ужасом кричит на ее что что вот такое делаете вам это нельзя вам это противопоказано значит вам нельзя принимать эти лекарственные средства тоже анекдот да значит это удивительно то есть нету никакой системы врачи не думают о том как и что они назначают подчас назначают тыкая пальцем в небо да кстати и и четвертый выражу тему анекдот как бы да то есть продолжение вот этого предыдущего третьего значит назначается лекарство тоже пациенту и это лекарство не то что противопоказано она для него смертельно для этого пациента с его заболеванием и самое интересное что когда вот я услышал эту историю мне этот мужчина от которому назначили это лекарство которым противопоказано говорит значит оказывается что это лекарство ему не просто противопоказано но еще врач выписывая назначая это лекарство открыл такую значит справочник медицинский желтый такой там на то есть я запамятил как он называется видали что-то такое и соответственно он начал просто искать в этом справочнике а чтобы чтобы ему назвать чтобы чтобы ему назначить чтобы назначить какое лекарство от его заболевания другими словами это был врач мужчина и мужчине назначал это лекарство мужчина мужчине назначал это лекарство но врач не знает не помнит он Пальцем в небо тыкает, смотрит, что рекомендовано там по справочнику, это все равно, что загуглить, да, то есть приходит пациент, у него спрашивают, чем вы больны, он говорит, сейчас мы вас подлечим, посмотрим в гугле, что нам гугл посоветует в этом вопросе, вот примерно анекдот из этого же разряда, то есть по справочнику начинает искать подходящее ему лекарство, то есть не обладая какими-то, якобы обладая какими-то знаниями, врач назначает лекарственное средство, при этом не имея представления о том, что это, как это работает, не на основании какого-то опыта, а прямо на глазах у пациента, я думаю, что это не единичный случай и дальше еще хуже будет в этом вопросе, то есть реально будут люди просто гуглить и искать ответы в интернете, а что бы мне такое пропить, что бы мне полегчало от той или иной болячки, вот одним словом вот такой вот четвертый анекдот, таким образом закрываем тему, вернее не закрываем, а продолжаем наблюдать за этой темой нашей реальной действительности, я уверен, что вы тоже можете привести такие случаи, с качанием руки, постером с солнышком, при раковом заболевании, таблетками дорогущими и ненужными в конечном итоге, и значит совершенно абсурдные ситуации, что у меня в голове это просто не укладывается, у меня не укладывается в голове, что у нас вот медицина сейчас на таком уровне находится, на этом все, благодарю вас за внимание и удачи вам!